Талгат Нигматуллин Талгат Нигматуллин — это советские актёры-каратист, ставшие известным из-за роли бандита-малыша из культового фильма «Пираты 20 века». Нынешнее поколение спортсменов, может быть, не особо знает, кто такой этот Талгат Нигматуллин. Но 40 лет назад имя этого человека знал практически весь Союз. Нигматуллина называли советским Брюсом Ли, потому что на тот момент в Советском Союзе никто не снимал боевые сцены с применением восточных единоборств. И вот, представьте себе, выходит первый советский фильм с элементами боевых искусств. И пускай сегодня все эти сцены смотрятся не так внушительно, как 40 лет назад, стоит признать, что на тот момент это был прорыв в жанре советского экшен. Неудивительно, что «Пираты 20 века» стал самым кассовым фильмом за всю историю Советского Союза. Талгат Нигматуллин хоть и сыграл отрицательного персонажа, но все равно сумел стать кумиром миллионов советских зрителей, которые были точно уверены, что Нигматуллин настоящий мастер карате. Но все-таки была и есть определенная масса людей, выражающая сомнения касательно этого факта. Так был ли в реальной жизни, вне съемочных площадок, Талгат Нигматуллин мастером карате? Изучив вдоль и поперек биографию этого актера, можно сделать однозначный вывод. Нигматуллин был каратистом своего времени, но насчет того, что он был великим мастером, здесь, как говорится, есть большие и небеспочвенные сомнения. Нигматуллин действительно занимался карате в соответствии со знаниями и тренировочными принципами карате тех лет. Конечно, сегодня уровень карате вырос в разы, и поэтому сравнивать Нигматуллина с современными каратистами будет не самым объективным занятием. По рассказам самого Нигматуллина, в детстве он был обычным и хиленьким ребенком, которого часто обижали. В общем-то, какого мастера боевых искусств не обходит стороной эта судьба? Чтобы стать сильнее, Нигматуллин сперва начал заниматься легкой атлетикой и, увидев изменения физической подготовки, стал смелее и даже начал давать отпор хулиганам. Но все равно часто проигрывал. И тогда Нигматуллин понял, что мало иметь физическую подготовку, нужно также знать приемы. И поэтому пацан решил записаться на борьбу. К 25 годам Нигматуллин приходит к карате. К тому моменту он уже увлекался восточной философией и по некоторым источникам даже оккультными практиками. Нигматуллин также пришел к выводу, что прокачка сознания дает хорошие результаты. Но без физической прокачки тела этого недостаточно. Духовное и телесное нужно совершенствовать одинаково. И карате оказалось как-никак кстати. Очень быстро Нигматуллин добивается хороших результатов. Считается, что он был чемпионом Узбекистана по карате и входил в шестерку сильнейших в своей весовой категории на чемпионате СССР. Также считается, что у него был черный пояс. Но опять же, кто и на каких правах вручал ему эту регалию доподлинно неизвестно. И потому ставится под сомнение. Бесспорно Нигматуллин посвящал тренировкам много времени. В его жизни был период, когда он тренировался по 5 часов в день. По упоминанию очевидцев, известен результат Нигматуллина в жиме лежа, который составлял 80 кг на 10 раз. Довольно скромный результат. Но для каратиста это и вовсе не является важным. Сам Нигматуллин больше всего внимания уделял технике ног. А особенно ему нравились удары в прыжке. По рассказам очевидцев, когда Нигматуллин был в Москве, он тренировался с местными каратистами. И они отмечали, что он был зациклен на ката, уделяя ему огромную часть тренировки. Что касается спаррингов, то здесь мнение очевидцев говорит о том, что техника Нигматуллина была посредственной. Также есть информация о том, что актер в своих духовных практиках дошел чуть ли не до мистических способностей. Например, при очевидцах он зажигал свечу и вытягивал вперед руку с разжатой ладонью. Начиная приближаться к свече. И тут она затухала. Стремление постичь мистику и стало причиной гибели актера. В 1985-м, когда Нигматуллину было всего лишь 35 лет, он пал от рук духовных братьев, вместе с которыми входил в одно весьма деструктивное сообщество — секту. Некоторые говорят, что каратист не смог физически оказать сопротивление, когда его избивали. Другие считают, что он просто не хотел этого делать. Якобы настолько сильно ему промыли мозги. Венера Нигматуллина, жена актера, в интервью после смерти мужа говорила, что бить Талгата все равно, что бить ребенка. Драться он не умел. И карате в кино — это нечто другое. Также современники Талгата, фанатично занимающиеся карате и лично знающие Нигматуллина рассказывали, что многие спортсмены предлагали Талгату спарринг, на что он всегда отвечал. Ребята, я просто актер. А как считаете вы, был ли Нигматуллин реальным бойцом? Или же действительно он был всего лишь актером? Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Мне позвонил Стас Говорухин. Я говорю, тогда уже знаешь, есть интересный сценарий, основанный на реальных событиях. Когда в южных морях захватывали наш корабль, и наши ничего не могли сделать, наши моряки. Я посмотрел фильм, думаю, уже знаком, три фильма уже сделали. Думаю, тут может хорошо получиться прозвучать это все. Тем более популяризация школы обязательно. Это был 79-й год как раз. Была организована центральная школа карате в Москве на Цветном бульваре. Я был старшим тренером этой школы. И я думал, задействую очень много ребят. У меня занимались разношерстные люди. И казахи, и киргизы, и индусы, и кого там только не было. И вот всю эту масть разнородную надо было собрать и запустить фильм. Ну и вот таким образом, значит, как бы я стал режиссером-постановщиком драк этих трюков. Я рассматривал это как свою работу каждодневную абсолютно. Меня это ничуть не трогало, не смущало. Как других там тряслись перед камерой, там боялись. Ну камера и камера, ты меня снимаешь, я работаю. Все, все дела. Ну столкнулась с тем, что об этом фильме узнал Талгат. И узнал, что я на нем снимаюсь, а он был учеником нашей школы. Понимаете, мы попали в то самое нужное время, когда вроде бы было затишье. Когда каратэ в нашей стране только начиналось. И в то же время еще абсолютно было очень, не очень много. Ну я не буду говорить там, сколько нам заплатили. Нам заплатили просто мизер, копейки. Но дело было не в этом. Мы никогда на деньги не смотрели. Мы хотели показать, что русского человека обижать нельзя просто так. И что мы были всегда против насилия. Всегда были против насилия. И мы это насилие сломали. Очень хорошо, что в этом фильме никаких не было эротических сцен. Никаких, никакого показа голого тела. Ну кроме, так сказать, спортивных явлений, где человек плавает, там Сергей, где плавает, Коля Еременко. Вот. И все. Самое главное, что мы уничтожили насилие. Что мы доказали, что мы можем и мы должны его пресекать. Вот это самое главное. Я думаю, что мы с этой задачей прекрасно справились. Спасибо.